Ни для кого не секрет. К сожалению, у нас в Московской области малый и средний бизнес из-за сложности с переоформлением документов строит магазины, автомойки, автостанции техобслуживания не на тех земельных участках, которые для этого предназначены, а, например, на землях сельхозназначения или даже на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Это неправильно. Задача – оказать содействие бизнесу в изменении вида разрешенного использования там, где это возможно. В Красногорске прошел рейд по выявлению нецелевого использования земель. Представители администрации, активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники Министерства имущественных отношений Московской области провели проверку участков. К примеру, эта территория на Пятницком шоссе предоставлена в аренду под сельскохозяйственные нужды. Земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования не используется. На земельном участке у нас расположено кафе, что является нецелевым использованием. Также здание шиномонтажа. Арендатору земельного участка было предложено поменять в рамках нашей акции совместно с Общероссийским народным фронтом вид разрешенного использования земельного участка на соответствующий. Но арендатор не явился на наш объезд. Соответственно, в данном случае администрация начнет судебно-претензионную работу по сторожению указанного договора земельного участка и приведению земельного участка в соответствии с видом. Перевести земельное отношение в законную плоскость – одна из задач подобных рейдов. Шиномонтаж и кафе, расположенные на землях, оформленных под сельское хозяйство – это недополученные налоги в бюджет округа. По заниженной ставке отчисляют средства и владелец второго участка, который посетили участники рейда. Вид разрешенного использования здесь такой же, но о садоводстве напоминает только развал бахчевых. Многочисленные предписания администрации Красногорска арендатор игнорирует не первый год. Два участка сельхозназначения, если будет все-таки найдено понимание с их собственниками, то также процедуры, они будут немного дольше, но все-таки можно привести в соответствие, использовать уже дальше в соответствии. Если же не получится, то там будут просто расторгнуты договора аренды в одном из случаев, во втором случае участок будет изъят у собственника из-за обращения в муниципальную казну. Третий пункт в списке тоже на Пятницком шоссе. Владелица участка Елена Владимировна когда-то оформила эту землю под личное подсобное хозяйство, но ферму открыла в Тверской области, а здесь нужнее оказался магазин. Женщина уже предпринимала шаги по переоформлению статуса объекта, заявка будет рассмотрена в ближайшее время. Есть хозяйство свое, то есть коровы, козы я занимаюсь, я бы конечно хотела бы тоже реализовать эту продукцию, но вопрос вот как. Где есть, но невозможно, потому что не хватало оформительных документов для всего для этого, а сейчас как бы вообще руки развязаны. Собственник земельного участка обратится в администрацию, вид разрешенного использования будет приведен в соответствии с текущим его использованием. В соответствии с фактическим использованием будет переоформлен и участок, числящийся как личное подсобное хозяйство в Гольево. Медицинский центр – объект для округа значимый, социальный, а сам владелец готов урегулировать земельные отношения и поменять вид разрешенного использования. Собственник земельного участка согласился поменять вид разрешенного использования. Он будет уплачивать налог, до этого он платил порядка 180 тысяч в год, сейчас он будет платить 900 тысяч в год. Когда строя стоимость, соответственно, земельного участка увеличится, налоговые поступления для муниципалитета тоже сильно возрастут. Мы будем проводить и дальше работу в этом направлении. У нас есть список от общероссийского народного фронта. По восьмим объектам уже работы по видам разрешенного использования завершены. Сейчас мы ожидаем еще четыре, у нас есть заявления. И будем работать в самые кратчайшие сроки. Будем вместе с Министерством имущественных отношений. Они пообещали максимально помочь собственникам, чтобы они все свои отношения привели в законную плоскость.